Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живут дарома. Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живут дарома. Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабе живут дарома. Но, Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, пребудь с нами, сохрани нас в любви и согласии, единомыслии по Слову Твоему. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 8 мая 2019 год. Продолжаем разбор пособия по изучению Евангелия от Марка, 12 глава, с 13 по 17 стихи. И посылают к нему некоторых фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в Слове. И они же, придя, говорят ему, Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божьей учишь. Позволительно ли давать, подать кесарю или нет, давать ли нам или не давать? Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня. Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись? Они сказали ему, кесаревы. Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесаревы кесарю, а Божие Богу. И дивились ему. Евангелие от Луки, 20 глава, 20 стих. И наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо Слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. Евангелие от Матфея, 22, 15. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Вопросы отношений государства и церкви уже тогда волновали умы и составляли предмет споров. Патриоты, фарисеи и оппортунисты соглашатели и радиане сближаются. Греческое слово «уловить» означает «ставить западню зверю». Как ловко они поставили сеть Христу. Фарисеи не пошли сами, чтобы не возбудить его подозрения, а послали учеников с иродианами, как бы к третейскому судье для разрешения их спора. Речь начинает лезтью. Притча 29, 5. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. Казалось, как бы ни ответил Иисус, он будет скомпрометирован. Если он скажет «давать», то фарисеи обвинят его в формальном признании владычества римлян, то есть в предательстве своего народа. Если же скажет «не давать», тогда и родиане обвинят его перед Пилатом в политическом преступлении, вне признании римской власти. Христос требует, чтобы ему принесли не еврейскую монету, а ту римскую серебряную монету динарии, которую платили подать римлянам. И тогда заставил их самите решить вопрос «Кому должна быть уплачена эта монета?» Как сегодня к нам это применить? Чему здесь учит Христос? Ну, во-первых, он, как говорится, нам не безызвестны умыслы сатаны. То есть он увидел сердце вот этих людей и догадался, что они хотят его уловить. И мудро, мудрый дает им ответ. Вот и нам нужно тоже научиться так же мудро давать ответ вот этим всяким совопросникам века сего. Вот у евреев распространено отвечать вопросом на вопрос. И здесь Христос, мы знаем, что он еврей, и он не раз мы видим, отвечает вопросом на вопрос. И если бы они ответили на его вопрос, тогда получили бы ответы на свой собственный. Ну, а что касается подати, вот, это как бы вот сегодня позволительно ли нам с христианом давать, платить налоги. Ну, мы здесь, видите, не под гнетом, опять же живем, как бы, нет у нас такого римского гнета и под эти, но государство оно свое, никакое там, не иностранное. Чего же ему не платить-то? Вот. Если, скажем, не платить, нас обвинят возмутителями против государственной власти. Вот. Скажем, платить, мы же десятину платим, что ты против Бога идешь, что ли? Почему мы должны им платить, а Богу не платить? И надо вот так мудро и рассудить. Налоговое платить то, что требует налоговое, а Богу то, что Богу. Так ничего же не останется. Останется. Еще как останется. А вот тот, кто не туда и не туда не дает, десятину не платит и налоги у того, как правило, рано или поздно либо налоговое нагрянет, все заберет, либо еще страшнее что-то произойдет. Да, вот, Игорь, и еще добавится. Испытайте меня, говорит Господь. Чем испытайте? Десятина и приношениями. Не залью ли я благодати моей из руки моей. Елена, что-то у вас микрофон включен мы что-то хотели сказать нет, нет, сейчас выключу что-то и я-то не могу отключить странно так, ну что дальше идем все понятно ну и вот про льстивых тоже нужно на ухо держать у вас трое, если вам льстят, это значит что-то хотят вам какую-то западную ловушку сделать смотрите, если вам ласковые слова говорят вот, но вот про то, что льстили бы слуху вот человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его и вот в другом месте говорится, что выберут себе учителей, которые льстили бы слуху то есть людям это нравится, когда им льстят вот, а нас это должно насторожить если человек нам льстит значит он хочет нами воспользоваться вот, значит уже у него какая-то недобрая мысль вот иногда и искренне бывают комплименты человек говорит тут конечно нужно по ситуации смотреть Евангелие от Марка 12 глава с 18 по 27 стихи потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения и спросили его, говоря учитель Моисей написал нам если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему было семь братьев первый взял жену и умирая не оставил детей взял ее второй и умер и он не оставил детей также и третий брали ее за себя семеро и не оставили детей после всех умерла и жена и так воскресение, когда воскреснут которого из них будет она женою ибо семеро имели ее женою Иисус сказал им в ответ Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить но будут как ангелы на небесах а о мертвых, что они воскреснут разве не читали вы в книге Моисея как Бог при купине сказал ему Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова Бог не есть Бог мертвых но Бог живых и так вы весьма заблуждаетесь Евангелие от Матфея 22-23 от Луки 20 глава 27 стих Тогда пришли некоторые из саддукеев отвергающих воскресение и спросили его Нужно понимать, кто такие саддукеи и почему они именно вот такой вопрос задают то есть они не верят в воскресение и такой как бы нелепый вопрос задают ну с тем самым, чтобы доказать еще раз самим себе да и Христу может быть, что нет воскресения Придумали вот такую небылицу Деяния 5.27 Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их про священника, говоря В других городах их не было Саддукеи представляли собой рационалистическую партию в высшем духовенстве Отсутствие духовной жизни в церкви всегда порождает в ней формализм рационализм или материализм Уличает их в незнании даже таких частей священного писания которые они все-таки признавали А признавали они только пятикнижьи Моисея отбросив псалмы, пророков и исторические книги И вот предлагаются следующие места писания Давайте их откроем Исход 3.6 И сказал ему Я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога Псалом 15, 10 и 11 стих Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости при лице твоим, блаженство в деснице твоей вовек То есть все эти места говорят о том, что воскресение мертвых непременно состоится Во что не верили эти саддукеи Но псалмы они отвергали Поэтому Бог им Христос приводит именно вот Из книги Исход Это место Но мы должны знать, что еще и в псалтире говорится Вот в 48-м псалме 15-16 стихи Как овец заключит их в преисподнюю Смерть будет пасти их И наутро праведники будут владычествовать над ними Сила их истощится Могила жилища их И 16-й стих Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня Ну а раз избавит, значит будет воскресение мертвых И ее книга 19-я глава С 25-го по 27-й стихи А я знаю Искупитель мой жив И он в последний день Восставит из праха Распадающуюся кожу мою сию И я во плоти моей Узрю Бога Я узрю его сам Мои глаза Не глаза другого Увидит его И встаевает сердце мое В груди моей Далее Не знаете силы Божьей Разве знаем мы все законы И все силы природы Или силу Духа Божьего Вот такой вопрос Они то не знают А мы знаем Давайте по местам писания пройдемся Иов 38-2 Кто сей омрачающий проведение словами без смысла Так Ну не совсем понимаю Как это вот увязать силой Божьей Так это вот Иллиуй Говорил Иову А Господь отвечал Иову из буи и сказал Так Ну Там разговор конечно Друзья его Обвиняли Иова в грехах А Иов говорит Требовал Пусть Господь судит меня То есть в этом вот сила Божья Наверное и заключается Что 39-32 Давайте еще откроем Будет ли состязающийся со Вседержителем Еще учить Обличающий Бога Пусть Отвечает ему И 42-я глава С 1 по 6 стихи И отвечал я В Господу И сказал Знаю Что ты все можешь И что намерение твое Не может быть остановлено Кто сей омрачающий проведение Ничего не разумея Так Я говорил о том Чего не разумел О делах чудных для меня Которых я не знал Выслушай Взывал я И я буду говорить И что буду спрашивать у тебя Объясни мне Я слышал о тебе слухом уха Теперь же мои глаза видят тебя Поэтому я Отрекаюсь И раскаиваюсь В прахе И пепле Так Вопросы может у кого-то возникли По прочитанному Или может быть Кто-то хочет Сказать что-то Пожалуйста Так Давайте откроем Пророк Исайя 40 Глава 26 27 28 Стихи Поднимите глаза ваши На высоту небес И посмотрите Кто сотворил их Кто выводит воинство их счетом Он всех их называет по имени По множеству могущества И великой силе У него ничто не выбывает Как же говоришь ты Иаков И высказываешь Израиль Путь мой сокрыт от Господа И дело мое забытого Бога моего Разве ты не знаешь Разве ты не слышал Что вечный Бог Что вечный Господь Бог сотворивший концы земли Не утомляется И не изнемогает Разум его неисследим Ну вот это место Конкретно указывает На силу Божью Разве вольные следим Так Пророк Иеремия 32 27 Вот я Господь Бог Всякой плоти Если что Невозможное для меня Да Ну вот интересный Вопрос такой Что не может всемогущий Бог Кто знает ответ Раз он всемогущий Значит все может Он не может отказаться от слов Тихо Да Не может алгать Не может Сказать одно А сделать другое Пообещать и не сделать Не может грешить Не может грешить Ну Ну же Бог Как он Другой вопрос Перед кем грешить ему Если он Бог Ну если Иисус Христос Ну да Бога человек Ну мы сейчас говорим О Боге Так он смерть Победил тем Что он безгрешный Да Ибо он сказал Возмездие за грех смерти Он значит По своему слову Нужен умереть И поэтому Вот он как Сын Божий Иисус Христос Он же и Бог Он Не может отречься Самого себя Раз он сказал Смерть за грех Значит он умирает Будучи безгрешным Чтобы Оправдать Нас Нас Которые согрешили А если Христос Не воскрес То мы все еще Во грехах Наших То есть Под проклятием Под осуждением Даже если мы покаялись Даже если мы попросили Прощения у Бога Все равно Все мы умрем Потому что Но это закон Божий Возмездие за грех смерти Римлянам 6.23 Даже два пророка Живьем Которые взяты На небо Были Илья и Инох Они перед Пришествием Антихриста Явятся И будут убиты Послание к Ефесянам Первая глава 18-20 стихи И просветил Очи сердца Вашего Дабы вы познали В чем состоит Надежда Призвания Его И какое Богатство Славного Наследия Его Для святых И как Безмерно Величие Могущества Его В нас Верующих По действию Державной Силы Его Третья глава Второй Стих Как вы Слышали О домостроительстве Благодати Божией Данной Мне Для вас Все эти места Вот О силе Божьей Нам Говорят И еще Филиппийцам 4.13 Все могу Выкрепляющий Меня Иисусе То есть Господь Всемогущий Сила У Него Есть А раз Она У Него Есть Значит Он Может Воскресить Человека Ну А вот эти Саддуки Они В это Конечно Не верили Придумали Такую Историю Которая Вообще В реальности Не может Никак И случиться Но Если даже Будет Три Мужа Уберило Четвертый Бурно Задумался Явно Подумал бы Ведьма Какая-то И Прошел бы Стороной А тут Семь Так О воскресении Мертвых Давайте Теперь Еще Прочитаем Евангелие Таана Одиннадцатая Глава Двадцать пятый Двадцать шестой Стихи Иисус Сказал Ей Я Есмь Воскресение И Жизнь Верующий В Меня Если И умрет Оживет И Всякий Живущий И Верующий В Меня Не Умрет Вовек Веришь Лись Ему Первая Коринфина Пятнадцатая Глава Третья Четвертая Стихи И Боя Первоначально Преподал Вам Что И Сам Принял Что То есть Что Христос Умер За грехи Наши По Писанию И Что Он Погребен Был И Что Воскрес В третий День По Писанию Что Значит По Писанию То есть Об этом Было Уже В Ветхом Завете Пророками Предречено Двенадцатый Стих Если же О Христе Проповедуется Что Он Воскрес Из Мертвых То Как Некоторые Из Вас Говорят Что Нет Воскресения Мертвых Слово Сказать Я Благовестовал У Людям Спрашиваю Вы Верите Что Христос Воскрес Редко Кто Скажет Что Не Воскрес Христос Воскрес Все Автоматически Отвечают Даже Неверующие Воистину Воскрес Я Следующий Вопрос Задаю Согласно Этому Месту Писания Что Он Воскрес Из Мертвых То Как Некоторые Из Вас Говорят Что Нет Воскрес Мертвых Но Резонный Вопрос Если Христос Воскрес Как Вы Говорите Что Нет Воскрес Мертвых И Когда Я Людям Задаю Вопрос А Вы Верите Что Вы Воскрес И Грубовая Тишина Вот Сколько Спрашиваю Вы Православный Православный Некоторые Даже В Церковь Входят Я Говорю Вы Лично Верите Что Вы Воскрес А Нет Вера В Это Кто Там Воскрес Святые А Мы Грешные Супер Грешные То Если Он Скажет Что Да Я Верю Что Я Воскрес Но Я Следующий Вопрос Буду Задавать А Раз Воскрес Дальше Душа Куда Пойдет В Ад Или В Рай Никому В Ад Не Хочется Поэтому Человек Совестью Подсказывает Что Он Не В Боге Живет Ворует Или Блудит Или Убийца Или Еще Кто Не Раскаян Все И Тишина Вот Первая Коринфина 15 Глава 12 Стих Запомните Такой Вопрос Людям Задавайте При беседе Пробуждайте Воскресение Христа Веря То Что Сами Воскрес Нет Многие Считают Что Умер Нет Все Закопали Лопух На Могиле Вырос Ибо Я Первоначально Преподавал Вам Что И Сам Принял То И Что Христос Умер За Грехи Наши По Писанию Я Читал Уже Еще Раз Прочиту И Что Он Погребен Был И Что Воскрес В Третий День По Писанию Если Ж О Христе Проповедуется Что Он То Как Некоторые Из Вас Говорят Что Нет Воскресения Мертвых А Вот Говорят И Тогда Это Были Некоторые Тогда Это Были Некоторые А Сейчас Только Некоторые И Верят В То Что Воскрес Будут Перед Богом Отвечать Потому Что Последние Времена Люди Боли Возлюбили Тьму И Слушают Тех Кто Говорит По Мирски Которые Стих Слуху А Самая Лучшая Лесь Это Ты Хороший Ты Спасенный Ты Будешь В Раю Всякий Кто Призовет Имя Господня Спасется Ты Призываешь Призываешь Все Написано Все Печать Уже Подставлена Сектантская Мозги Атрофированы Человек Поверил Все Делать Ничего Не надо Пост Соблюдать Не надо Тело Своё Смирять Не надо Страсти И похоти Своей Смирять Не надо Главное Имя Верить Что Христос Умер Да и Все За Меня Этого Недостаточно Одной Веры Вера Без Дел Виртуат Так Ну По Пройденному Материалу Про Воскресенье Про Саддукейскую Вот эту Ересь Все Ли Понятно Если У кого Сомнения В Воскресенье Мертвых Все Верующие Тут Собрались Что Христос Воскрес И Что Мы Воскреснем Так же Или Есть Саддукеи Среди Воскресенье Нас Союз Неравлений Все Союз Неравлений Все Неравлений Все Как Всем Неравлений Возмездие За грех Смерть Но В последние Времена Написано Не все Умрут Но Изменятся То есть А что Возмездие За грех Не будет Этим Людям Последним Получается Будет Будет Смерть Вечно Если Они Не Покаялись Не Приняли Христа Изменятся Смерти Телесной Не Будет Но Духовно Это Вечно Непременно Настанет И О какой Смерти Говорите Когда Читается Возмездие За грех Смерть О физической Или О духовной Вы Знаете Что Есть Два Воскресения Я тут Недавно Загадку Детскую Загадали А я Что-то Не Сразу Догадался Кто Ни Разу Не Родился А Дважды Вы Кто Знает Не Говорите В Чат Можете Написать Кто Знал Только До Этого Не Это Кто Догадался Можете Написать Вот По Теме Детская Загадка Не Говори Если Знаешь Дай Другим Поразмыслить Не Интересно Кино Смотреть Когда Содержание Знаешь Так Так И Здесь Она Сказала Иисуса Христа Но Это Не Так Надежда Благодатская Кажется Сейчас Высказалась Что Надежда Я Не Расслышал Что Она Нам Сказала Кто Родился Свыше Яснее Выражайтесь Сергей Евтушенко Сказал Адам И Ева Правильно Они Ни разу Не Родились Адам Ни Разу Не Родился Он Нерожденный Сотворенный А Дважды Умер Когда Первый Раз Когда Духовная Смерть А Второй Раз Это Уже По Плоте Прожил Там Около Девятисот Лет Вторую Загадку Кто Родился И Не Умер Кто Родился И Не Умер Я Родился И Не Умер Сергей Первая Загадка Загадывается Запомнить Надо Первая Загадка Загадывается Так Кто Ни Разу Не Родился И Дважды Умер У нас Замешательство Ну как Умер Не Родился Начинают Людей Вот Да 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 Нам Нужно Умереть Первая Смерть Это Мы Должны Умереть Для Греха И Родиться Для Новой Жизни Во Христе Это Воскресение Первое Мы При Жизни Должны Успеть Воскреснуть Для Новой Жизни Это Рождение Свыше Или Крещение Кто Как По Разному Понимается Должна Быть Совершенно Новая Другая Жизнь Естественно Другой Человек Должно Быть Произойти У человека Покаяние Покаяние Это Перемена Ума То То Что Он Раньше Любил Теперь Он Ненавидит То Что Раньше Ненавидел Святую Жизнь Теперь Он Любит Обновление Ну Или Обновление Да Все Мы Во Христа Крестившиеся Во Христа Облеклись Кто Духа Христова Не Имеет Тут И Не Его Мы Поступаем Так Вот Как Христос Потому Что Мы Христиане Мы Чадо Его Так Ну Немножко Пошутили Насчет Воскресения Ну Вот Они Саддукеи Также Шутили Когда Ему Вот Это Вот Семь Мужей Преподали Христу И Вот Нам Но Тоже Нужно Четко Знать Вот Вопросы Семейные Когда Задаются Вторые Третьи Браки Можно Или Не Можно До Крещения После Крещения Каноны Различные Эпитемьи Вот Еще Вопрос Хотел Задать Ну Допустим Развелся Женился На другой Прилюбодеянии Эпитемья Семь лет Например Да Вот Он Получил Эпитемью И Что По Истечении Эпитемьи Все Прощается Что Можно Опять Прочищаться Не Расторгнув Брака Со Второй Женой Он Отбыл Эпитемью Отбыл Все Можно Дальше Продолжать Или Ему Надо Развестись А там Уже Ребятишки Как Тоже Разводиться Грех Опять Вот Пойди Разберись Тоже Загадка Так Ну Давайте Продолжаем Вопросы Потом У нас Еще Последние Полчаса Евангелие От Марка Двенадцатая Глава С Двадцать Восьмого По Тридцать Четвертой Стихи Один из Книжников Слыша Их Прения И Видя Что Иисус Хорошо Им Отвечал Подошел И Спросил Его Какая Первая Из Сих Заповедей Иисус Отвечал Ему Первая Из Сих Заповедей Слушай Израиль Господь Бог Наш Есть Господь Единый И Возлюби Господа Бога Твоего Всем Сердцем Твоим И Всею Душою Твою И Всем Разумением Твоим И Всею Крепостью Твою Вот Первая Заповедь Вторая Подобная Ей Возлюби Ближнего Твоего Как Самого Себя Иной Большей Сих Заповедей Нет Книжник Сказал Ну Хорошо Учитель Истину Истину Сказал Ты Что Один Есть Бог И Нет Иного Кроме Его И Любить Его Всем Сердцем И Всей Умом И Всею Душой И Всею Крепостью И Любить Ближнего Как Самого Себя Есть Больше Всех Всесожжений И Жертв И И И Су Видя Что Он Разумно Отвечал Сказал Ему Недалеко Ты От Царствия Божия После Того Никто Уже Не Смел Спрашивать Его Евангелие От Матфея 22 35 И Один Из Недак Законник И Скушай Его Спросил Говоря Ну Матфея Тоже Это Повторяется Этот же Рассказ Как И У Марка Как Высок И Глубок И Широк Ответ Христа Ефесянам 3 18 19 Чтобы Вы Укорененные Утвержденные В Любви Могли Постигнуть Со Со Всеми Святыми Что Широта И Долгота И Глубина И Высота И Уразуметь Превосходящую Разумение Любовь Христову Дабы Вам Исполнится Всею Полнотою Божию Вот Как Он Разрешает Богословскую Казустику Так Кто знает Слово Казустика Что оно Синоним Выдайте В чат Пожалуйста Так Евангелие Атеана 4 Глава 21 24 4 Стихи Из Сергей Да Лукавая Запутанность По-моему Ну вот Вячеслав Пишет Это Лукавство Лазустика То есть Богословское Такое Лукавство А в чем Здесь Лукавство Изворотливость В чем Изворотливость Ну вот Во-первых Книжник Наверное Слыша Прение Тут Не сказано Что Искушая Его А у Марка Сказано Что Искушая Его Значит Раз Он Его Искушал Значит Он Не Хотел Услышать Ответ Истину А Хотел Эту Истину Просто Облагать И Высмеять Так Понимаю Поэтому Господь Эту Казустику Видите Он Спрашивает Какая Первая Раз Первая Значит Ну Остальные Че Они Вторая Подобная Ей То есть Такой Вот Изворотливый Такой Вопрос Немножко Все Заповеди Они Первые Согрешил В одном Виновен Во Все Тот Ж Кто Сказал Не Прелюбодействуй Он Сказал И Не Убей Поэтому Если Ты Никого Не Убил Но Прелюбодействуй Ты Виновен Во Все Когда С Разговариваешь О Заповедях Какие Две Не Убей Не Укради Остальные Даже Вспомнить Не Могут Осень А Любви Богу Да И Подавно Люди Ничего Не Знают И Вот Видимо Вот Этот Вот Книжник Книжник Это Не Саддукей Никакой Вот Он Но Почему Он Слыша Их Прения Но Опять Жел Видит Что Иисус Хорошо Им Отвечал Вот Раз Хорошо Значит Ему Наверное Завидно Стало Уже Книжник Кто Это Такой Он Решил Его Так Скажем Вопросом Смутить Этим Что Ли Я Так Думаю Может Я Не Прав Может И Не Ускушал Но Раз Здесь Говорится О казустике О Лукавости Ну Видимо Значит Вот Это Имеется В В В Иду Иоанна 4 Глава 21 По 24 Иисус Говорит Ей Поверь Мне Что Наступает Время Когда И Не На Гаре Сей И Не В Иерусалиме Будете Поклоняться Отцу Вы Не Знаете Чему Кланяетесь А Мы Знаем Чему Кланяемся Ибо Спасение От Иудеев Но Настанет Время И Настало Уже Когда Истинные Поклонники Будут Поклоняться Отцу В духе Истине Ибо Таковых Поклонников Отец Ищет Себе Бог Есть Дух И Поклоняющиеся Ему Должны Поклоняться В духе Истине В духе И Истине То Есть Одного Поклонения И одной Веры В том Что Бог Един Это Недостаточно И мусульмане Верят Что Бог Един Но Они В истине Верят Или Не В истине Да Нет Конечно Не В истине Взять Взять Вот Нусульманского Бога Который В Коране Описан И Нашего Ну Это Совершенно Разные Личности Абсолютно Выше Всего Долг Перед Богом И Перед Людьми Вникнем Что Значит Любить Бога Всем Сердцем Если Сердце Источники Жизни Вопрос Ну Давайте Попробуем Ответить На Этот Вопрос Что Значит Любить Бога Всем Сердцем Если В сердце Источники Жизни Ну Смелый Есть Порас Суждай Это Значит Это Значит Выполнять Заповеди Божии Прямиться Выполнять А Источник Жизни Это Совесть Участок Души Как Игнатий Тихоныч Вывел Ответственный За связь С Богом Через Который Слышится Голос Божий То есть Голос Божий Он Говорит Поступай Так Или Поступай Иначе И Совесть Она Их То Оправдывает То Осуждает У каждого Человека Она Есть Но Люди Есть Люди Сожженые В совести Своей То есть Они Осознанно Этот Голос Закрывает От него Уши Господь Говорит И ушами Будете Слышать И не Слышите И очами Будете Видеть И не Увидеть И не Уразумеете Ибо Огрубело Сердце Ваше Сердце Сердце Говорит Вот И так же Сказано Что Чистые Сердцем Бога Узрит Вот А чтобы Это сердце Очистить Нужно Грубость Вот Эту Плотяное Каменное Или как Он Называется Каменное Сердце Грубое Сделать Вот Способным К слышанию И Обрезание Тоже Про обрезание Говорится Раньше Плоть Обрезали Крайнюю А сейчас Вы Обрезаны Обрезанием Нерукотворным То есть Обрезается Сердце То есть Все Что Ненужно Помыслы Из сердца Исходят И Вот Все Ненужные Помыслы Мы Обрезаем В крещении То есть Мы Отрекаемся От Дьявольских Мыслей То есть Мы Плюем На него В крещении Сочетоваемся Со Христом Следовательно С его Учением И Отрекаемся Дьявола Но Дьявол Тоже Свои Учения У Бога Десять Заповедей У Дьявола Одна Знаете Какая Кто Знает Никто Не Знает Обмани Наверное Делай Что Хочешь Вот Она Одна У Него Заповедь Поступай По Своей Воле Вот Они По Воле Божьей А Христиане Мы молимся Каждую Вот Молитву Очень Нажды Будет Воля Твоя И На земле Как На небе А я На земле Живу То есть Мне Мне Будет Твоя Вынести Не Каждому Дано Будете Есть Тело Моего И Пить Кровь Моя Не Будете Иметь В себе Жизни То есть Таинство Причастия Мы Становимся Частью То есть Впускаем Себя Христа Это Таинство В котором Вот Мы В свое Сердце Впускаем Господа Принимая Его Тело И Пия Кровь Его И После Этого Вот Мы Имеем Возможность Иметь В себе Жизнь Жизнь Христианскую Чистую Имеется Ввиду Вот Но Само По себе Механическое Причащение Без Веры И Без Истинного Покаяния Оно Может Пойти В Осуждение Когда Мы Не Рассуждаем О теле Господнем Что Он Умер За Наши Грехи Механически Недостойно Прочищаемся Оттого Написано Многие Из вас Больные Немало Умирают Поэтому Священники Которые Прочастием Играют Они Страшно Согрешают Святые Говорят Лучше Я отдам Тело Мое На Растерзание Псам Чем Тело Господу Недостойно Прочищающемуся А сейчас К сожалению Великому Уже Всех Исповеду Еще Кого Еще Исповеду Кто еще хочет причаститься Вот так батюшка Спрашивает Да Вот И вот Я всегда Привожу Пример В этом Случай Когда Нашего Батюшку Отца Якимов Пригласили В другой Город И попросили Его Тоже Поисповедовать А народу Был Полный Храм И он Прям Вышел И сказал Кто Бритые Не буду Потом Еще Кого Еще Кого И там Человек Пять Пятнадцатая Осталась Там Все Курящие По моему Он говорил Там Я сейчас Не помню И Непостившиеся Да Да И никто Кто не Вычитывал Все молитвы А у нас Наверное Например Даже Многие Удивляются А что Надо было Читать Вот Так Вот Вот Притчи 4.23 Давайте Откроем Больше Всего Хранимого Храни Сердце Твое Потому Что Из него Источники Жизни До Каких Этих Источников Жизни Речь Идет Что Это За Источники Жизни Из Сердца Источник Жизни Чьей Жизни Какой Источник Божественный Источник 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 Сердца Я думаю Это Божественные Мысли Из Сердца Исходит Источник Мы Когда Питаемся Помните Самарянка У колодца Я дам тебе Воду Живую И Потекут Реки Воды Живой То есть Когда мы Напитываемся Божественными Словами И Из нас Источники Жизни Исходят Тоже Божественные Слова И мы Этими Божественными Словами Можем Кого-то Оживить То есть Обратить От смерти Сын твой Был Мертв Но Жил Пропадал Нашелся То есть Мы Этого Блудного Сына Можем Обличить Что Ж Ты Пошел Облукать Поблудниться В имении Отца Своего Давай Возвращайся К отцу И Вот Мы Возвращаем К жизни 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 По Правде По Богу Дальше Что Значит Всею Душою То есть Всем Сердцем Всею Душою Нужно Бога Любить Если В ней Центр Чувств В душе Центр Чувств То Не совсем Понятно Чем Всем Сердцем Всею Душою Всею Или это просто усиление Дальше Всею крепостью Это в смысле источника сил и способностей Всем Всею И вот здесь Не меньше И восклицательный знак Почему Бог не может Довольствоваться Меньшим То есть Он Всегда Говорит Всею Крепостью Всею Душою Всем Сердцем Сто Процентом Потому Потому Что Можно Быть Либо С Богом Либо С дьяволом С дьяволом Третьего Пути Не дано Ну Невозможно Служить Господам Не Расслышал Что Не Можете Служить Двум Господам Ну Это И понятно Вот Что Не можете Служить Двум Господа Это Понятно Но Написано Все Мы Немало Согрешаем И Когда Мы Согрешаем Мы Чью Волю Творим Дьявол То есть Всякая Лоша Дьявол Ну Бывает Что Испугаешься Чего Но Обманешь Потом Каешься Вот Так В этот Момент Когда Ты Обманывал Неправду Говорил Ты Кому Служил Богу Или Дьяволу Всею Душой Ты Служил Богу Или Все Таки Маленько Ты Потом Покаялся А раз Ты Покаялся То Ты Понимаешь Что Ты Неправо Сдел Что Ты Подножку Тебе Дьявол Поставил Всем Всем А Почему Почему Бог Не Может Довольствоваться Меньше Кто Знает Да Потому Что Он Всего От самого Себя Отдался Нас Когда Мы Были Еще Грешниками А Раз Он Себя Самого Сына Своего Единородного Отдало Дабы Всякий Верующий В Него Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную Поэтому Он Не Может Довольствоваться Меньшим Если Это Есть Первая Наибольшая Заповедь То Нарушение Этой Заповеди Есть Первый Наибольший Грех Что Из Этого Вытекает Для Каждого Из Нас Понимать И Иметь Не Одно И Тоже Чего Ему Не Хватало Очень Много Вопросов Сейчас Будем На них Пытаться Отвечать Сейчас Откроем Еще Марка 10 15 Марка 10 15 Истина Говорю Вам Кто Не Примет Царствие Божие Как Дитя Не Войдет В Него То Есть Вот Как Дитя Наивный То Есть Всем Сердцем Вот Прям Поверить Как Ребенок Без Всякого Сомнения Если Какое-то Сомнение Есть Вот Как Тут Пишут В тщате Нам Что Я Верю Ну Вот Какая-то Вера Человек Вот Лена Юзенко Я Верю В Воскресение Но Очень Слабо Для Меня Это Нечто Невероятное Вот Но И Фома Верил В Воскресение Но Для Него Это Так Желось Невероятным Что Он Попросил Ну Покажите Мне Раны От Гвоздей Тогда Поверю И Дальше Говорится Блаженный Не Видевший Его Веровший Так Что Лена Будь Блаженной Ты Не Видела Воскресшего Христа Но Мы Тоже Никто Здесь Среди Присутствующих Не Видели Воскресшего Но Мы Верим Кто В Это Не Верит Тот Значит И В Христа Не Верит Полностью Надо Поверить Тогда Во Все Будет Вера А Если Нет Веры Просите У Бога И Даст Слав Иоанна 7 17 Кто Хочет Творить Волю Его Тот Узнает О Семь Учении От Бога Ли Оно Или Я Сам От Себя Говорю Иоанна 1 12 А Тем Которые Приняли Его Верующим Во Имя Его Дал Власть Быть Чадами Божьими Вот Какая Власть Нам Дана Чадами Чадами Значит Детьми А Раз Мы Дети То Мы Наследники Приняли Его Приняли Христа В Своё Сердце Веруем Во Имя Его Верим Что Именем Его Можем Изгонять Бесов Можем Исцелять Болезни Других Воскрешать Мёртвых Верующих Будут Сопровождать Сие Знамения Вот Сие Знамения Они Происходят В нашей Жизни Это Не Значит Что Одного Человека Верующего Вот Он Всё 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 Это Может Делать Одному Дары Исцеления Другому Дары Вспоможений Третьей Ещё Что-то Там Проповедовать Может Обращать Людей У всех Разные Таланты Вот Чего Ему Не Хватало Кому Ему Тоже Непонятно Что Из Этого Вытекает Для Каждого Из Нас Из Чего Вытекает Что Вытекает Вопросы Вопросы Заданные Ответов Нет Давайте Игнать Тихонич Разбираем Вот Это Последнее И Потом Будем К вам Вопросы Вот У меня Вопрос Вот Что Из Этого Вытекает Для Каждого Из Нас Может Кто-то Знает Ответьте Вот Вы Как бы Составляли Этот Материал Что Из Этого Вытекает Для Каждого Из Нас К нам Это Как Применить Всем Сердцем Всей Душой Да То есть Мы Должны Поверить Что Нужно Всего Себя Богу Отдать Ни Больше Ни Меньше Правильно Понимать И Иметь Ни Одно И Тоже Да Я Понимаю А Имею Я Вот Этот Вот Источник Жизни В себе Или Не Имею Это Разные Вещи А Что Ему Не Хватало Что Не Хватало И Кому Ему Мне Непонятно К Чему Этот Вопрос Объясните Пожалуйста Игна Тихонеч Чего Ему О ком Чего Я Запутался Маленько Кто Недалеко Был От Царствия Божия Стих Посмотрите Че Вернуться Выше Ну это К стиху Я так Понял Там Христос Сказал Недалеко От Царствия Божия Наверное К этому Относится Что Не Хватало Так Что Почему Недалеко Они В Царствии Божьем А Да Да Резонно А Что Ему Не Хватало Чтобы В Царствие Божие Попасть Значит Наверное Он Не Всем Сердцем Любил Не Всею Душой Не Всею Крепостью И Вот Главное После Того Уже Никто Не Смел Спрашивать Его Думать Но Я Та Уж Не Всем Сердцем Люблю Не Всею Душой Не Всею Крепостью Как В Томбе И Остальные Будучи Осуждаемы Совестью Когда Блудница То Прелюбодейку Застали Хотели Помить Его Камнями Кто Из Вас Без Греха Первый Брось С Камень Наверное Тоже Имеется Ввиду Больше Никто Не Уже Не Смел Спрашивать Его То Как Каждый Все Понимается Не Всем Сердцем Не Всем Умом Любим Мы Бога Раз Не Всем Значит Не Войдем Царствие Божие Правильно Я Рассудил Чего Ему Не Хватало Раз Этого Не Хватало Но Видишь Иисус Видя Что Он Разумно Отвечал То Разумно Все Таки Он Не Ересь Никакую Говорил То На Что Он Отвечал Ну Может Быть Он Только Отвечал Правильно А Сердце Не Имел Если Он С Лукавством К Нему Подошел Да Он Голов Он На Словах Так Говорит Хорошо Учитель Не Господь Он Назвает Учитель Другом Месте Мы Проходили Что Укорял За Эти Слова Что Ты Называешь Меня Благим Никто Неблаг Только Бог Он Дальше Говорит Истину Сказал Ты Что Один Есть Бог Это Мусульмане Говорит И Нет Иного Кроме Него Это Дальше Вот Предыдущий вопрос Извините Что Ну я Говорю Вот И Предыдущий Вопрос Сразу Вот Как Это К Нам Относится Все Говорят Вроде Как Правильно Говорить Можно Правильно А В Сердце Каждый Сам Себя Должен Проверять Есть Это Или Нет Да Вникай В себя И Вучение И Занимайся Сим Постоянно И так Спасешь Себя И Слушающих Тебя То есть Нужно В учение Слово Божие И В себя Вникать А вот В себя Мы Не Всегда Вникаем Других То Можем Учить Правильно Говорить Будем И Все Заповеди Перечислим Все Наизусть Молитвы Псал Выучим Акафисты Все А Ну А сердце К слову Сказать Сестра Сказала Нужно Перед Причастием Молитвы Вычитывать Мне Вот Это Слух Режет Вычитывать Вычитывать Это значит Без Сердца Отдолдонить От барабанки У нас В православии Ну Вот Даже Вычитывать Не Вычитывают Я Говорю Спрашиваю У них А ты Молитву Читала Какую Я Говорю Есть же Специальные Нет Я Не знаю Вот Вот так Идут Причастия Да Я тоже Некоторых Спрашивал В храме У нас Прямо Перед Причастием Стоит Очередь Я спрашиваю Там Подхожу Спрашиваю А вы Готовились К причастию Там Постились Как положено Да нет Под разным Предлогом У кого Перитониты Какие-то У кого-то Еще что-то Ну а Вообще Вы Библию Как дома Читаете У вас Есть Библия Ну да Есть Я говорю Открывайте Читайте Да нет Говорят Что-то Времени Не хватает Вот И это В принципе Не один человек Мне так Отвечал Вот Я спросил У двух По-моему Или трех Примерно Одинаковые Ответы Это ужасно В шоке Я от них Тоже А начинаешь Говорить Они так Машу Типа Отстань И вот Меня уже Не хотят Слушать Даже Я всем Надоело Да Вот Игорь Может Ролик Составить Поспрашивать Приходишь Жан Читали Либо Библию Опасно Это Может Кончится Или Камеру Тебе Сломает Как Мне Когда Ой Или Скажут Читали Я Раздаю У нас Дома Есть Он Никогда Не скажет У нас Дома Есть И мы Ее Читаем Есть Она Уже Как Оберег Стоит Такая У них Все Вопрос О причастии Задавать Как Правильно Подходят Они К Этому Но Разве Священник Он Исповедует Это же Его Работа Его Обязанность Пасти Церковь Разве Он Не Видит Что Там Никакая Не Овца Поп Он Пастырь Овец Православных Он На Исповеди Он Хоть Быть Я Не Знаю Как Игнать Тихо Нужно Чтобы Священник Каждый Раз Задавал Вопрос А Ты Кому Нибудь Рассказывал О Христе Если Нет Все До Свидания Кто Постыдится Меня И Слов Моих В мире Семь Грешным Погубадин Того Я Постырусь Все Иди Вот Грех Работай Над Ним Ты Стыдишься Ты Бывает Человек Не Стыдится Он Просто Не Знает Ничего И Все Сердце Пустота А Раз Пустота Значит Нет У него Источника Жизни Он Никого В Жизни Не Может Духовные Сам Мертвый Потому Что От Мертвого Не Может Родиться Живое Духовно Мертвый Правильно Игнать Тихач Говорит Ему Попы Никогда Не Могут Простить Это Говорит Не Церковь А Скотом Могильник Может Понравится Что Ты Не Просто Скотина А Ты Еще Духлая Скотина А Я По Писанию Говорю Пришел К Погибшим Овцам Израилю Христос Овца Скотина Погибшая Она Духлая Она Лежит Воняет И Христос К ним Пришел Их Воскрешать Воскрешать А не Бальзамировать Не Реставрировать Что Сейчас Они В Храмах Делают Ему Нужно Сначала Убедить Что Он Мертвый Духовно Когда Ты Убедишь Что Он Мертвый Что Он В ад Пойдет Тогда Он Боится И Начнет Молить О рождении Свыше А Если Он Нет Этого Радоница И У нас Одна Женщина Говорит Вот Надо Ехать Далеко У нее Дочка Захоронена Надо Ехать Она Сама Больная Очень Надо Ехать Я Зачем Тебя Здесь Бог Не Услышал Вера Тебя Нет Здесь Он Тебя Везде Слышит Но Нет Надо Туда Ехать Вот Видите Как Да Народу Столько Едут На Кладбище А Посмотришь Что Они Сядут Разложат На Могилке Пьют Поминают Водкой А потому Что Говорит Непонятна Тяга Кладбища Ну Потому Что Духовно Как Христос Говорит Предоставь Мертвым Погребай Своих Мертвецов Погребать Ну Духовно Мертвые Люди Вот Тяга И Эта Тяга Больше Всего Монахов Монашество Это Анти Евангельский Путь Христос Говорит Идите Благовествуйте Миру А они Уходят От Мира И Закрываются Сидят Ждут Когда Им Придут С Подаянием С Подарками И Поэтому Они Вот Эти Могилы Раскапывают И Семь Голов Иоанна Ман Вот И Вот Там Цветочки Покупают Она Сумным Видом Торгашка Говорит Можно Говорит Два Можно Там Вот И Вот Такое Вот Языческое Шатание Все Такое Суеверное Все Как Люди Похороните Чтобы Все Как У людей Было Один Даже Крестился Чего Крестился Для Чего А Вот Я Только Представил Что Меня Некрещеного Не Отпоют Мне Сразу Почему Не По Себе Я Пошел По Креститу Единственная Причина Чтобы Просто Надо Чтобы Пересперни Отсмели Чтобы Все Как У Людей Было Все Больше И Вот Единственная Причина Я Такое Слышал Какое Чтобы Отпели И Все Колес На Христианство Говорит И Так Так У нас Время Это Уже Идет У Кого-то Вопросы Есть Пожалуйста Задавайте Время Я Занял 15 Минут Уже Уже Рай Нету Вопросов Да Так Давайте Чат Почитаем Да Да Тут Наталья За Лену Взялась Вере Да Если Вера Слабая Конечно Крещение Не нужно Принимать У Нас Святые Отцы Советуют От 100 До 500 Часов Катехизации Когда Человек Напитывается Словом Божем Вера Крепнет От Этого Вера От Слышания От Слова Божьего Если Слово Божьего Не Слушать И Не Слышать Вера Она Не Она Как Правильно Замотали Заметила Как Ветром Калина Сегодня Не Верю Завтра Не Верю В Евангелии Христос Об Этого Говорит Да Меня Слышно Да По Поводу Бороды С Баптистами Начали Разговаривать Я Объяснил Как В Библии Сказано Сказала Книга Левит 19-27 Он Говорит Да Левит Это Для Левитов Написано Было Мы Тут Причем Я Говорю А Где Там Что Нибудь Для Нас Сказано Именно Для Нас Я Я Нашел Что Ответ Но Вот Такие Ситуации Когда Говорят Вот Это Левит Было Сказано Это Не Нам Как Вот Таких Случах Ну Парировать Если Так Рассуждать Послание Коринфянам Для Коринфян Римлян Для Римлян Я Так И Сказал Да Нам Ничего Небли Послания Для Русских Нет Значит Понятно Там Что Было Сказано Древним То Было Образ Для Нас Чтобы Мы Не Были Похотливы На Злое Это Еще Место Провет Казает Как Что Было Сказано Да Ты Скажи Баптист Когда Вот В каком Веке Образовались Возьмите Фотографию Ни одного Притого Нет Но я Нашел Более Такой Аргумент Я Сказал Бог Господь Создал Мужчин С бородами Женщин Безбород Мужики Сбривают Бороды Спорят С Богом И говорят Что мы Хотим Быть Похожи Чтобы У нас Было Так же Как У Женщин Ну И Все Он Смутился Зачем тебе Нужно Чтобы Как у Женщин Все Было Не надо Чтобы Как у Женщин Каждому Своё А я Один раз Тоже Неосторожно Семья Сказал Неверующему Так же Вот Как ты Он Не Смутился Он Чуть Да Он Оскорбился Чет Драться Не Полет Нет Ну Женщина Делаешь Ладно Тоже Опять Смотря Как Сказать Может Я Ну Понял Да Бог Сотворил Женщину Ну Обычно Вопрос Почему Так Бог Мужчине Дал Просто Вопрос Задаешь И Можно Дать Вопрос Смутить Не Просто Его Женщиной Обозвать Конечно Нет 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 Конечно Ни в коем Случай Юрий Покажи Сергей Он Как будто Оброс Такой Какой Он Был Сейчас Какой Стал Да Да Борода Вас Наверное Не узнают Да Дело В том Дело В том Что Немножко Мне приходит Я общественной деятельностью Очень активно занимаюсь В администрации часто бываю Жена Не приняла мою бороду Топала аж пыль до потолка Но я тверд Я тверд Я тверд Слава Христу В администрации часто всех шокируют Знакомые Знакомые Мимо проходят Не узнают Пока за рукав Не поймают А поясок Носите? Пока Нет еще Ну тогда Вообще Все упадут Ну Одену Не вопрос То есть Меня эти вопросы Не смущают Я тверд И даже Я повторюсь Общественной деятельностью Много Занимаюсь Детьми Там И много чего Я делаю Но Если надо Отойти Я скорее всего Отойду От этого От этой общественной деятельности Пустое Понимаю Что это пустое Все Это рождение С высшей Слава Богу Ну К сожалению Рождение С высшей Еще не могу Твердо сказать Что я получил Но Некоторые вещи Такие Со мной Происходят Что Я понимаю Что в жизни Так Все складывается Интересно Переворачивается Все Я понимаю Что это Промысел Божий Он ведет меня По нужной дороге Я это Отчетливо Вижу Даже через неприятности Я иду Я понимаю Что Зачем мне Это дается Аллилуйя Спасибо Христос Слава Христу Рады за вас Спасибо В июле Постараюсь Приехать Потеряю Если Если Получу Согласие Игнатия Тихоновича Вы Этим летом Уже Ну Да Конечно Что тянуть Если Бог Даст Вы покреститься Хотите Да Погружение Сделать Да Обязательно Троекратное Потому что Я Крестился Как я думал Что крестился В зрелом возрасте Крестился И венчался Поткнулся В ютюбе На ролике Игнатия Тихоновича Вот канал Во свете Библии Тогда я глубоко Осознал Понял Проникся Что такое На самом деле Православие А что Вас Зацепило Более всего Ну Я шел К этому Ну Что Зацепило Во-первых То что Расхождение То что я вижу Я и раньше Дискомфорта Ощущал В храме Почему Так думал Что же происходит Глаза закрываю Стою Служба идет Глаза закрываю И такое ощущение Что Как на вокзале Вот слышу Ощущаю Как будто я на вокзале Нахожусь Дети бегают Вокруг Разговаривают Ходят Каблуками Стучат Вот именно Ощущение Я на вокзале Ну И А что зацепило Особенно Что зацепило Я Игнатий Тихоновичу Рассказывал Сына Когда Второго Я хотел Крестить Думал Кого Взять Крестными Ну Крестную Нужен Крестный В моем Понимании Должен быть Крестный И крестная Крестная Ну Моя сестра Сестра Замужем За Мусульманина Ну Сестре Сказал Пойдешь Мои крестные Она Ну К сыну Да Пойду Ну У меня Я В стороне Я говорю Ну Ты же Другой Вера Вон Какая Разница Что Это Означает Что Я не могу Быть Крестным Что ли Ну И я Как бы По незнанию Своему Не знал Что Ответить Думаю Батюшка Рассудит Расставит Объяснит Корректно Ему Что Правильно Что Неправильно Ну Понадеялся На батюшку Записались Пришли На крещение Зашел Мусульманин Этот Храм Зашел Мусульманин Подошел К батюшке Говорит Я вот Крестным Буду Как мне Что Делать Смотрю Батюшка Показывает Как Крестное Знамение Ложить Осенять Крестным Знамением Тот Цирк Показал Как правильно Креститься Тот Конечно Я Не сужу Ни одного Ни второго Тот Зять мой Научился Как Осенять Себя Крестным Знамением Батюшка Ему Покрестили Все нормально У меня фотографии Есть Фотографирую Крав Я Часто Я понимаю Что Это Беззаконие Это Не то Что Это Издевательство Это Тихий Ужас Это Даже Объясняли Зять Мусульман Потом Объясняли А нет Зачем Ему Объяснять Если у него Своей веры Нет Что ему Объяснять Сыну Я Объяснил Сын Сейчас В армии Меня служит Взрослый Уже Достаточно Ну Вот Год Назад Да Полгода Назад Я уже Когда Начал Это Понимать Я ему Объяснил Что Не может Он быть Твоим Крестным Вообще По существу Крестный Это тот Человек Который Познакомит Восприимника С Господом Богом И научить Кто должен Научить Жить во Христе И кто Несет Ответственность Перед Господом Богом Ну Я так Узнал Я так Рассуждаю И так Я объяснил Своему Сыну Человек Который Не только Своей Верой Не дорожит Легко Приходит И молится Другому Богу В храме Обряд Вот Язычник Хуже Язычник Получается Да Хуже Язычника Хуже Язычника Ну Вот Тут Про Мусульмане Говорят Что Мусульманина Может быть Он до этого Крещеный Был Поэтому Можно быть Крестным Есть Правило Когда Мусульмане Крестили Детей Бесноватых Бесноватых Да Турки Слились Вот И когда Потом Выяснялось Что Причина Была Только В этом Этих Детей Крещение Не считалось Да Перекрещивали То есть Это было Лукавое Такое Крещение Поэтому Если Даже Твой Зять Был бы В детстве Крещеным Нет Нет Не был Крещеным Но Остался Мусульманином То есть Он просто Отступник Был бы От веры То есть Если Допустим Допустим Крестили И Он Ну Вот Это Детское Крещение То же Самое Его Крестили Типа Как Бесноватых Если Мусульмане Нет Нет Он Обрезан Нет И Как Бо Я Вижу Что Казачество В храме Постоянно Казаки Находятся Курят Пьют И они Постоянно Возле Батюшки Находятся Постоянно Возле Батюшки И Недавно Случай Видел То есть После Службы Батюшка Приглашает Молодежный Клуб Собирает Меня Тоже Приглашает Не знаю На какую На какую Молодежь Я Тяну Но Меня Тоже Приглашает Я участвую Молодежь В клубе Разговариваем И Заходит Сидели В клубе Общались И Заходит Как Как Сказать Нижний Чин Там Тоже Батюшка Заходит И говорит Там Рабочий У нас Убирался Убирается Постоянно Возле Храма Просит Его Покрестить Тот Говорит Ну Побеседуй С ним Да И Покрести Я У батюшки Спрашиваю А как же Котехизация Как же Обучение Он Говорит Ну Что же Где же Когда его Учить Он Сегодня Пришел Затар Не Пришел А так Мы его Богу Как бы Обернем Я Говорю А если Он Богохульник Если Он Блудник Если Он Страшные Грехи Совершал Он же Не Покаялся Он Говорит Ну А что Делать Вот Я Не Стал Спорить Я Еще Не Настолько Готов Не то Что Спорить А Утверждать Божьи Каноны Каноны Святых Отцов Я Еще Настолько Готов Чтобы Обличить Священника Но Для Меня Это Конечно Было Шоком Все Да Сам Жену Свою Попытался Немножечко Объяснять Она Сразу Закрылась Ну Закрылась Закрылась Не Лезу Просто Стараюсь Быть Лучше Стараюсь Быть Спокойней Терпимее Дома То есть Своим Образом Показать Она Сначала Испугалась Потому Что У меня Есть Библия У меня Есть Святой Евангелие Лежит Рядом Она У меня Увидела Это Что Такое За Евангелие Евангелист Что Ли Ты Куда Пошел Я Показал Открыл Первую Страницу Тут Написано Издано Московской Патриархией По Богословению И все Такое Прочее Прочее Бо Ее Успокоил Да Если Евангелие Читаешь Значит Евангелист Сектант Я же Тоже Недавно Безграмотным Был Я тоже Этого Не Понимал Возможно Я бы Так же Воспринял Если Такое Увидел А сейчас Я понимаю Вот Благодаря Игнатию Тихоновичу И благодаря Роликам Масса Которых Я пересмотрел Благодаря Тебе Сергеевич Что ты ведешь Эти занятия Спаси Христов Слава Богу Да Вот Помаленьку Прихожу К Богу Сын Сын У меня Старший Внуком Мне родил Хочет Крестить Его И Чтобы Младший Мой сын То есть Его брат Был Крестным Пытаюсь Готовить Младшему Сыну Говорю Он Барми Я ему Говорю Символ Веры Учи Обязательно Без этого Я говорю Вам Благословение Не дам Согласие На крещение Не дам Мое слово Будет А дальше Поступайте Как хотите На одном символе Веры Не останавливайся Это первое Это первый шаг Выучили Теперь Другое Да Естественно Потихонечку Надо Не надо Заваливать Его Сразу Наваливать Очень Аш Он знает Я давно Ему Уже Научил Символ Веры Выучит Дальше Пойду Ему Подсунул Что-нибудь Надо Символ Веры Чтобы Он С толкованием Не просто Выучил На славянском Сердце Не приложил Мы Участвуем Люби Бога Всем Сердцем Всем Разумения То есть Он Нужно Разуметь Кто Такой Христос Зачем Пришел Одного Символа Веры Ну вот Выучит Выучит А потом Я ему Объясню Для этого Я Рядом Есть У меня Мама Знает Символ Веры Я говорю Что такое Им же Вся Быша В символе Веры Есть Такие Слова Им же Вся Быша Быша Не знаю То есть Она Уже Она В Потеряевке Крестилась Мама У меня То есть Она В храм Уже Сколько лет Наверное Пять Наверное Ходит Вот А вот Им же Вся Быша Не знает И тебя Сейчас Спроси Что такое Я Честно Скажу Не совсем Не совсем Понял Потому что Я Когда на занятиях Мы это Разбирали Я задал Вопрос Игнатий Тихоныч Ну как-то Не допонял Постеснялся Переспросить Потому что Ушли дальше Я сам До конца Не понял Сейчас Вот интернет Есть Сейчас Все В открытом Доступе У нас Просто Просто У гугла Спрашивал Он тебе Уже Ответит Он Такой Уже Вот На Азбуке Ру Очень Сайт Есть Там Экзегет Сайт Любое Местописание Вводишь Толкование Во всех Все Сейчас Настолько Доступна Информация Про Комос По-моему Говорил Что Будут Ходить От моря До моря Искать Слово Божие Не найдут То есть Когда-то Наступят Времена Что Ну Начнутся Гонения Наверное В интернете И будут Сейчас же Некоторые Сайты Запрещают И Скоро Антикриз Когда к власти Будут Приходить Будут Запрещать Вот Эти Сайты И Будут Искать И Не смогут Найти Вот Этих Слов Это Сейчас Такая Неслыханная Свобода Которая Никогда В России Не было Это Такое Затишье Что Не гонят Затишье Как правило Перед Бурей Или Война Начнется Третья Мировая Или Надо Пользоваться Этим Моментом И Вот Им Ж Все Выше Это Которым Все Сотворено То есть Которым Богом Все Сотворено То есть Ты Веришь В Этот Мир Что Сотворен Он Богом Установлен Им Да А там И в Сына И в Духа Святого Все Это Надо Пояснять Кто Такой Сын Кто Такой Дух Святой Кто Сейчас На Земле Там Все Растолковано Он Даже Молитву Царю Небесной Игнать Тихонич На нее По-моему 60 проповедей Сказал На одну Молитву Царю Небесной Вот Кстати По поводу Бороды Ну Мужики Кто Тут Есть Подскажите Не трогаю Ни усы Ни бороду Кушать Усы Мешает Залазит Невидимочками Закалите Ну Можно Их Кто Я видел В сторону Как-то Вот так Раз 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 Да Конечно Поел А что Облизал Их И все Шире Рот Открывает Что Они Мешают Не знаю Мне приятно Когда Даже Языком Облизываешь Пищу Что Большие Больше Чего У меня Ну С Ноября Месяца Не трогаю И Декабря Даже Если Мусин Тебя Придет Поздравлять Не Прикасайся Ничего Не Придет Тверд Я Тверд Новые Направления Это Давайте Как Казаки Закручивали Постоянно И Они У вас Поднимутся Я В Своем Городе Возглавляю Штаб Всероссийские Детско Юношки Общественное Общественное Движение Юна Армия Я Самый Главный В городе Юна Армеец А боги Говорите Детям Аккуратно Потому что Ну Занимаюсь Не напрямую Говорю А как бы Другим Текстом Простыми Словами Ну Что Не все Просто Объясняю Напрямую Не говорю Потому что У детей Есть родители Могут По-своему Истолковать Воспринять Это По-своему Но Смысл Говорю А что Это За Юна Армия То есть Юная Армия Что Как Армии Готовите Где Это Всероссийская Детско Юношки Военно Патриотическое Общественное Движение Юна Армия Называется Ну Как Пионер Между Пионерами Что Только Более Военно Патриотическое Ну Я Чего Хочу Сказать Совет Дать Уходи Оттуда Пока Не поздно Я Как Пополвился Что Понимаешь Это Не христианское Даже Антихристианское Все Я Уже Уже Шаги Делаю То Есть Я Смело Отпустил Бороду Нахожусь Там И Сам Удивляюсь Как Они Меня Такого Терпят Юна Армия Дети А я С бородой Прихожу По школам Прохожу Уроки Мужества Веду Беседую Разговариваю Вот Ты Сейчас Юр Должен Смотри Что Первым Делом На уст Намотать Который Ты Отрастил Да Мотать Есть На что Мотай Что Христос Если Ты Христианин Он Никогда Не Учил Защищать Своё Отечество Земное И Вот Эти Местные Патриоты Иуда В том Числе Который Предал Его Они Как Раз В нем Этого Патриота Мессию Земного Царя И Увидели А Когда Он Сказал Царство Мое Не от мира Сего Они Его Посчитали Врагом Народа И Распяли Вот Тебя Рано Или Поздно Если Ты Истинный Христианин Вот Эти Юноармейцы Которые Проповедуют Ложный Патриотизм Наше Отечество На Небесах И Мы Его Только Должны Защищать Земное Отечество Мир Грешный И Прелюбодейный Мы Должны Обращать К Христу И Проклят Человек Если Меч Господень Удерживает От Крови Если Господь Решил Эту Нечестивую Россию Погубить Но Ты Хоть Защищайся Если На Неневе Он Сказал Неневе Будет Разрушена Она Может Себя Спасти Только Покаянием И В Пепле Никаким Оружием Никакими Автоматами Калашников Никакими Ракетами Сатана Ты Не Спасешь Она Будет Разрушена Потому Что Бог Будет Уничтожать Наша Брань Христиан Не Против Плохи И Крови Как Вот Эти Юноармейцы Учат Автоматы Разбирают На Скорость Собирают Но Против Духов Злобы Поднебесных Если Ты Вот Это Сейчас Вот Выдешь Завтра 9 Мая Скажут Такую Подобную Из Тебя Парут Сразу Вот Сразу Мученики Меня За Сумасшедшего Примут Потому Что Я Защищал Рубежи Нашей Родины Во-первых Во-вторых Я возглавляю Общественную Организацию Ветераны Пограничники В своем Городе Которую Я Создал И Которую Пять лет Уже Возглавляю Как бы Успешно Возглавляю У меня Много Людей Которые За мной Идут 9 Мая Готовлю Много Мероприятий Сегодня Весь День Занимался Также На Донбасс Груз Гуманитарного Азил Я сам Три раза Ездил По соображениям Совести Смотрел Фильм Нет Не смотрел Но я прихожу К этому К пониманию Сергей Я Как бы Прихожу К этому То что Ты говоришь Я понимаю Чем ты Говоришь Сегодня Неравен Откладыв В долги Ящик Наканун 9 Мая Всем Рекомендую Этот фильм Пересмотрим По соображениям Совести Сбросьте Отличный Фильм Да И у меня Единственное Когда я посмотрел Этот фильм У меня Вопрос Ну почему Он не православный Ну почему Он не православный Сектант И понимает Все То есть он идет На войну И ему дают Героя Звание В конце войны И он не убил Ни одного человека А спас Сотни Вот Вот так Вот надо Молодежь Если бы Воспитывать И может быть Я бух на это И поставил Но если ты Начнешь Говорить Что не нужно Врагов убивать Конечно Тебя оттуда Выпнут И все У меня Отец мой Участвовал В Великой Отечественной Войне В 43 Году Ему Исполнилось 11 Сентября Исполнилось 17 лет И 21 Сентября Он уже Принял Присягу Краматорским Моинкоматом Там на Донбассе И он мне Ну как бы Он меня не воспитывал Так получалось Но когда я увидел Он про войну Практически ничего Не рассказывал Но Рассказывал Что мама Его Моя бабушка Она говорит Очень была набожная Очень верующая Была И когда я уходил Говорит на фронт Она сказала Не вздумай Никого убивать И он говорит Я за войну Не убил Ни одного человека Я на войне Не убил Ни одного человека Он один раз Мне это сказал А я Недавно Про своего Деда читал Его жена Моя бабушка Тоже была Набожная Верующая И она За мужа За своего Молилась И потом Вот родственники Они как-то Выискали историю А он пришел С войны Без одного ранения Я не знаю Убивал он Или не убивал Но он не любил Рассказывать мне О войне Нам было любопытно С братом С двоюродным Никогда он ничего Не рассказывал У меня Во всяком случае В памяти Не отложилось Ничего Вот Но он Был случай Такой Ну Он не курил Он не курил И Уже они С фронта Вернулись Уже Фашистов Разгромили Это потом Была японская Война И Отправляли Уже на японскую Войну И кто-то Ему предложил Закурить Он говорит Нет я не Курнигает Война уже Кончилось И он Урнул Ему стало Плохо И он Потерял Сознание И он Остался В госпитале И остался Живой А те Которые Его Сослуживцы Все Собрали И все Все Были Убиты Может быть Молитва Бабки Как-то Моей Жены Сделал Грех Хурение Остался Живой По молитвам Бабки Не по молитвам Ну Такая История Интересная Ну Не знаю Там Ну Вот Тебе Брать Надо Я Когда Ходил На Катехизаторские Курсы В Московскую Патриархию У меня Именно Вот Этот Вопрос О войне Он Меня Остановил И Я Не смог Дальше Продолжать Обучение Потому Потому Что Ну Моя Когда я Говорил Почему же Говорю Когда Христос Учил Любить Врагов А Православные Патриархи Благословляли На войну И мне Учитель Который Вел Эти Курсы Ну Как же Ну Это же Духовенство Благословило Идти на войну Причем Тут Он дальше Не продолжает Подумаешь Там какой-то Христос Сказал Что Любить Врагов Раз Духовенство Благословило Значит Духовенство На тот Момент Виднее Было А у нас Христос Глава Церкви Как мы Можем Против Главы Идти Который Заповедовал Нам Любить Врагов И Если Гонят В одном Городе Не Берите Автомат Не Стреляйте В Побегите В Другой Гонят Бегите Он Дал Нам Возможность Спасать Своей Жизни Иным Образом Он Сам Беглец Когда Мирот Объявил О Убийстве Младенцев И Иосиф Взял Жену Он Еще Беременную И Побежали А Чем Бегать Он Бог Он Могу Призвать Ангелов В Тьму Моей Власти Дома Правильно Они Путешествующие Были Но Когда Ангел Им Пришел И Сказал Что Ирят Решил Погубить Бегите В Египет Они Убежали Убежали Они Стали Поднимать Собрание Восстание Майдан Делать Переворот Мы Убежали Защищать Отечество Всегда Нас Воспитывали 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 Оно И Ветхом Завете Бог Еврейским Своему Народу Богоизбранному Тоже Его Воспитывал Защищать Но Оно Было Святой Израилевая Земля И Бог Был Войнах На стороне И Даже Помогал Один раз Это Другая История Соловецкий Монастырь Монахи Защищали Нам Живо Пытаются Объяснить Что Русь Православная Русь Святая Назовите Дату Срока Имена Имена Да Есть Святые В земле Русской Просеявшие Молимся За них Но Это Единицы По сравнению С Большой Массой Мир Грешный Прилеводейник Соловецкий Монастырь Когда Захватили Он Отбивался Очень Долго Там Было Около 500 Монахов Они Отбивались Их долго Не могли Соловецкий Монастырь Очень долго Не могли Захватить Там Я не помню Сколько Было Какое Войско Там Было Ну Крупное Не могли Захватить Монахи Отбивались Да я такую Историю Знаю Про нее Почему-то Умалчивают Были Воины Да Воевали А потом Их Непредводитель Ты думаю Им не запомнил Если кто Знает Напомните Он говорит Вот Братья Пришло Время Давайте Склоним Голову Они Убегали 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 От врагов Есть Возможность Попасть На небеса И пришел Враг Они голову Склонили И голову Им Подрубали И они Причислены Все к лику Святых Такой Поворот Еще Может Быть Да Там Сказано Там Сказано Как бы Они не Защищались Все равно Их Поубивали А раз Их Поубивали Неизвестно От этого Точно Мученики Во всяком Случае Больше Верится Чем Те Которые Невозможно Отбиваться От вооруженного Врага Не убивая Невозможно Но убежать Это возможно Поэтому Заповедь Не убей Если ты Нарушаешь И Сказано Если ты Быв Священником Пошел На войну И там Убил Кого-то И все Тебе Запрещают Каноны Быть Священником Даже Отлучают На два года Кого-то Потому что Это понимали Что это Грех А сейчас Нет На войне Убийство Не грех Лгут Против Слов Христа Не убей Оно сказано Для всех Бабка твоя Правильно Сказала Деда У нас В армию Не запрещено Ити Ты можешь Ити Санитаром Можешь Труп Или Раненых С поля Боя Выносить Как Это Герой Фильма По Соображениям Совести Он Был Санитар Он Под Пулями Раненых Выносил Бинтовал И этим Вот он Долг Родине Отдавал При этом Никого Не убивая И не убив Ни одного Врага Он Стал Героем Своей Страны Раненых Спасал Так Ну что Братья Давайте Наверное Заканчивать Сегодня Помолимся Время Время На тебе Дал Здесь Количество Братьев И Сестер Только Возрастало Аминь Аминь Дал Аминь Время Время Дал С appro Что